Девушки отдыхают Добрый вечер. Первая тема – Верховный суд. Я хотел бы более подробно охватить эту тему. Как вы себе представляете направление развития Верховного суда в нашей стране? Является ли Конституция живым документом? Будет все, как написано в Конституции. Сейчас судебная система подчиняется Назарбаеву. Это приводит к тому, что судьи плевали на народ. Они получают в основном многие какие-то взятки, выполняют политические заказы власти. Если они будут выполнять, их просто уволят. Мы сделаем выборную систему судей на разных уровнях. Эти судьи будут под прицелом народа. Если они будут несправедливы, если они не исполняют закон, если они получают взятки, об этом будет известно, потому что независимые средства массовой информации будут. И тогда эти судьи будут или посажены в тюрьму, или просто выброшены из этой судебной системы, будут полностью дисквалифицированы. Конституция работает совершенно по-другому. Нормы закреплены таким образом, что все решает Назарбаев. И, конечно, чтобы все это произошло, чтобы эти изменения были, необходимы Конституционные реформы. То есть новые депутаты, новый парламент должен внести эти изменения и провести кардинальные Конституционные реформы. У нас будет парламентская форма правления, не президентская, поэтому тоже будет изменена Конституция. У нас не будет двухпалатного парламента, мажориста и Сената, значит, тоже нужно вносить изменения в Конституцию. У нас никто не будет обладать привилегией, как Назарбаев, который имеет все, а народ ничего. Мы все эти привилегии отменим, все будут равны перед законом. Как депутаты, как премьер-министр, все будут равны перед законом. Не будет никакого исключения. Еще один вопрос затронем, по которому вы не согласны. И те верховные судьи, которые будут назначены, они ведь окажут очень большое влияние на вопрос абортов, например. Мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай. Так а ты о чем думал? Это же твои проблемы. Ты же с государством не советовался когда-то. Материнский пакет предполагает, что дети будут получать пособие до 7 лет. Мы в качестве ориентира взяли Литву, Латвию, Эстонию. За каждого ребенка матери будет получать не менее 50 евро. Это приблизительно 21 тысяч тенге за каждого ребенка. Сейчас многодетные дети, семьи точнее, получают на всех детей 10 тысяч тенге после года. А мы до 7 лет за каждого будем платить столько. И еще дополнительно будут бесплатные школы. Обеды до 4 класса включительно бесплатно. Медицинские услуги государственные бесплатно. В университеты студенты будут получать компенсацию на аренду жилья. Стипендии минимум 50 тысяч тенге. Это все будет входить в материнский капитал. Понимаете, да? И государство в состоянии все это сделать. Закон о доступном медицинском обслуживании не является доступным. Что вы сделаете? Если сильно жизнь встала в тягость, иди походи по больницам. В крайнем случае походи по кладбищу тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе. С развитием коронавируса вы увидели все, в каком состоянии наша медицина. Вы и так все видели. Но представьте, чуть-чуть поддавилась ситуация с пандемией. И все обнажилось. И плохое отношение к нашим врачам. И низкая их заработная плата. Сколько людей были заражены. Из них больше половины это врачи. То, что наша власть хочет ввести страховую медицину, это может привести к серьезным проблемам. Я считаю, что страховая медицина сейчас для Казахстана преждевременная. Вот именно сейчас, хотя она могла и раньше сформироваться. Но, собственно, вы видите, это связано с развалом и отсутствием инвестиций. В связи с тем, что там тотальное было воровство, как обычно во всех отраслях. У нас фактически медицина отсталая. Мы себе должны отдавать ясный отчет. И чтобы из этой ситуации выйти, нам нужны мощные инвестиции, оборудование. Врачам нужно платить достойную заработную плату. В программе ДВК об этом описано. Мы в своих программах говорим. Частная медицина будет существовать. Но государственные медицинские услуги должны оказываться бесплатно. Причем качественные. Чтобы реализовать и решить такую задачу, нужны многомиллиардные инвестиции. Строить здания. Купить оборудование. Обучать людей. Привлекать западных специалистов, чтобы они обучали наших людей. Чтобы наши люди могли поехать на обучение. Стать высококлассными специалистами. Это 8 лет, 10 лет непрерывных инвестиций. Вкладывание в эту отрасль серьезных денег. Серьезных, быстрыми темпами. Так, мы перейдем к следующей теме, которая наша экономика. Объясните, пожалуйста, почему вы считаете, что ваш план создаст больше рабочих мест и ускорит экономический рост в стране? И почему план вашего оппонента не сработает? Мы со всеми странами будем поддерживать дружественные отношения. Ни с кем мы не будем ссориться. Но ключевые страны, как Евросоюз, так и Соединенные Штаты, будут являться нашими главными торговыми партнерами, на которых мы будем ориентироваться. Мы перестроим всю экономику. Мы будем модернизировать нашу экономику такую, чтобы она стала современной. Чтобы она соответствовала лучшим стандартам в мире, а это именно Соединенные Штаты и Европа. Китай, Россия, да, наши торговые партнеры, да, мы будем с ними поддерживать отношения, но они будут работать, как все, и будут работать на тех принципах, которые выгодны нашей стране. Не потому, что они большие и крупные. Мы получим поддержку от ведущих стран мира. Мы подпишем соответствующие договора. Мы в военном отношении будем нейтральной страной. Но мы будем строить и свою оборонную промышленность. И не получится так, чтобы безнаказанно нас можно было нагибать, как хотим. Мы будем со всеми дружить, но обижать себя не дадим. Хотел бы на положительном все-таки моменте закончить нашу беседу. Я думаю, что было бы более интересным, так как вы не подготовили заключительное выступление. Я хочу сейчас каждому из вас предоставить минуту. Сейчас мы находимся в кризисе. Я надеюсь, что мы начинаем выходить со следующего года. С 2017, 2018, 2019, с 2020 года, даст Бог, очень будет у нас хорошо. Буквально через два месяца после того, как придет к власти демократический выбор Казахстана, мы проведем стремительные реформы. Буквально через несколько месяцев заработная плата наших учителей и врачей в несколько раз увеличится. Мы проведем мгновенно пенсионную реформу, которая приведет к тому, что только государственная доплата, гарантированная доплата будет составлять в первые годы начинаться выплата от 300 евро до 400 евро в последующие четыре года. Это к той пенсии, которая будет существовать по накопительной системе, которая сейчас существует, частная накопительная пенсионная система. То есть еще будет выплата со стороны государства. Наши инвалиды будут получать доплаты государства на уровне 300-400 евро на каждого человека. То есть реформы ДВК охватят каждого. Когда наши сторонники говорят, а что мы будем делать, я хочу сказать, что для строительства нового государства, для того, чтобы добиться перемен, недостаточно иметь только просто управленцев несколько десятков тысяч человек. У нас должно быть не менее миллиона сторонников, притом активных, ясно понимающих, какую мы строим страну в будущем. Наши агитаторы, наши двигатели, наши люди, которые будут помогать избирать именно достойных людей во власть. Так что все очень просто. Алга Казахстан. На этом заканчиваются дебаты. Решение зависит от вас. Спасибо. Продолжение следует...